Добрый день, друзья, уважаемые коллеги, интересующиеся молочным скотоводством во всех его многогранных проявлениях. Я Дмитрий Преображенский, который старается это вести практически каждый вторник, практически все время в три часа дня. Это стало нашим привычкой уже, как чемодан без ручки, но мы его несем, обнявшие. Нам нравится это, нам это нравится, поскольку мы сами занимаемся и кормлением, и всякими советами дельными в своей практике каждодневной. А сегодня в гостях нашего дружного коллектива интересующихся Екатерина Сергеевна Пантюх, руководитель лаборатории Агроплем, которая занимается очень интересными вопросами. В частности, вопрос, который сегодня выдается на обсуждение, это какую выгоду мы можем получить все вместе, кроме лаборатории, имеется в виду, которая тоже получит свою выгоду, поскольку лаборатория носит сервисный коммерческий характер, дай бог им здоровья, они востребованы, к ним обращаются со всего нашего содружества малых и больших округов. Так вот, как мы можем получить выгоду с наших анализов молока? И вообще, как часто это надо делать? И как много надо их сдавать? Вот к вам, Екатерина Сергеевна, сразу вопрос в лоб. Одно среднее хозяйство, сколько образцов вам заряжает пробы? За месяц? За месяц сколько? Давайте я сразу скажу два момента. Первый момент, что каждое хозяйство должно сдавать всех своих коров, которые дают молоко, то есть неправильным подходом будет сдавать какую-то часть своего поголовья. Нужно сдавать всех, чтобы эта система работала. Если мы говорим в среднем про размер наших хозяйств, на моем опыте у нас средний размер нашего заказа – это где-то 700-800 проб. Вот, Екатерина Сергеевна, еще один такой вопрос. Поскольку мы имели удовольствие общаться с вашими коллегами чуть раньше, в прошлом году, но тем не менее, для тех, кто к нам присоединился слегка позже, скажите два слова. Каким образом чудесно Сколково, а я помню, что это все-таки Сколково, да, я был у вас в прошлом году, с удовольствием посмотрел ваши все эти чудодейственные аппараты, вот ваш небольшой надружный коллектив, целыми днями там жужжат, аки пчелы над этими пробами. Скажите, почему Сколково? Да, почему Сколково? Почему эта технология? Когда это случилось? И вообще, кто это все придумал? На самом деле, мы сейчас уже не Сколково. То есть я вот сейчас вещаю с нашей новой лаборатории. Мы на Каширке сейчас находимся, это Каширское шоссе в Москве. Наверное, расскажу немножечко сначала. Мы действительно начинали с Сколково, и в Сколково сейчас осталась лаборатория генетики, они там до сих пор находятся, потому что эта лаборатория не очень большая по размеру. Но наша компания Агроплем задумывалась как лабораторный кластер. Лабораторный кластер, который будет включать в себя не одну, не две, а много лабораторий. Все лаборатории, которые могут понадобиться современному фермеру. Первыми двумя лабораториями, которые открылись, были лаборатория молока и лаборатория генетики. И пока у нас было всего две лаборатории, мы находились в Сколково. Мне очень приятно, что вы у нас были. Мы всех приглашали посмотреть на наши лаборатории в Сколково. Но мы растем, расширяемся, работаем мы на самом деле уже третий год. И в апреле вот этого 2021 года у нас было открытие еще трех лабораторий. То есть это лаборатория кормов, лаборатория почвы, лаборатория микробиологии. В связи с открытием новых лабораторий, которые занимают очень большую площадь, мы переехали в наше собственное здание новое, которое позволяет нам спокойно расположиться, увеличить пространство для наших лабораторий. Нас здесь сейчас две с половиной тысячи квадратов, это наши лаборатории занимают. И вот мы растем, развиваемся и теперь вот уже на нашем новом месте располагаемся. Ну что ж, я знаю, что у вас заготовлена очень интересная презентация, которую мы сейчас с вами апробировали. Я думаю, что в процессе вашей презентации мы вопросы будем фиксировать и вам их передавать. Вы будете на них по мере готовности отвечать. То, что мы не будем успевать прерываться, мы ответим в конце вашего выступления. Те, кто будут смотреть нас в записи, вот такая возможность для всех предоставляется, свободный вход. Коллеги могут оставлять свои пожелания, резюме и вопросы в комментариях к нашей записи. Поэтому все это ничего не потеряется, все это остается, мы можем общаться. Так что в добрый путь. Мы ждем вашего дня. Спасибо большое. Постараюсь сейчас подключиться. Видно ли мою презентацию? Алло. Хорошо, спасибо большое. Спасибо еще раз, Дмитрий, за приглашение на это замечательное мероприятие. Я руководитель лаборатории селекционного контроля качества молока компании Агроплим. И сегодня хочу вам рассказать, собственно, про селекционные пробы, зачем их делать, не только ли это нужно для какой-то отчетности, а как их использовать в вашей реальной жизни. Как я уже говорила, Агроплим – это лабораторный кластер, который состоит из множества лабораторий. Вот на этом слайде представлены те продукты, которые мы предлагаем в лаборатории молока и лаборатории генетики, потому что они были первыми лабораториями, которые у нас открылись. И они очень связаны между собой. Я еще буду сегодня объяснять, каким образом. Но на сегодняшний день у нас еще есть лаборатория кормов, лаборатория почвы, микробиологическая лаборатория. И я в любом случае буду рада вопросам, интересу ко всем нашим лабораториям. Вы можете задавать вопросы тоже про них. Если я даже не смогу ответить на какие-то конкретные вопросы про другие лаборатории, я с удовольствием сориентирую вас, к кому обратиться, и передам ваши вопросы заведующим соседних наших лабораторий. В 2018 году наш проект получил поддержку Сколково. Мы как раз устраивали тогда приемы, приглашали всех посмотреть на наши лаборатории. Мы стали резидентами Сколково. И проект, который мы предложили, получил вот такую вот поддержку и оценку от международных экспертов, потому что проект был действительно очень важный, интересный и в какой-то степени уникальный. В чем он заключался? Проект заключался в том, что мы хотели создать систему геномной оценки племенной ценности Российской Федерации, но глобальное наше отличие от остальных, ну, как бы, наше отличие было в том, что мы хотели создать ее на основании не тех данных, которые заносятся в программу управления стадом на ферме, например, там, Телекс как вариант, а мы хотели собрать собственные данные, в собственной подконтрольной лаборатории молока и получить оценку с высокую достоверную оценку, которую можно уже предлагать и использовать, собственно, по всей России. В 2019 году мы получили свидетельство Минсельхоза о регистрации как лаборатории, собственно, селекционного контроля качества молока. Такое же свидетельство мы имеем как лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. И это говорит о том, что мы признаемся, наши лаборатории признаются в Минсельхозе, и все необходимые документы, которые вам нужно оформлять, например, как племенным хозяйством, вы можете получать в наших лабораториях и сдавать в Минсельхоз для отчетности. И именно вот с того времени, с лета 2019 года мы начали активную работу. Мы растем сейчас и развиваемся достаточно быстро. Вот был вопрос на тему того, сколько мы делаем проб в наших лабораториях. Я могу сказать, что в лаборатории молока мы сейчас делаем больше 80 тысяч проб в месяц. И да, кто-то что-то говорит? Я не слышу. Это хорошо, тогда я просто продолжу. Если какие-то есть вопросы, пишите. Мы делаем больше 80 тысяч проб в месяц, и что делает нас, наверное, самой большой лабораторией такого типа в России. Почему же мы начали именно с лаборатории генетики и лаборатории молока? В последнее время, как мы все знаем, молочное животноводство шагнуло далеко вперед, надои повысились, удвоились, можно сказать. То, что мы имеем сегодня, совершенно невозможно было бы без внедрения современных технологий. И возникает вопрос, какие же современные технологии привели к такому взрывному росту показателей молочного животноводства. Первое, о чем вспоминают, помимо, конечно, использования искусственного водотворения, сексирования семени и так далее, это технология геномной оценки племенной ценности. Технология геномной оценки племенной ценности позволяет уже в момент рождения животного с помощью только лишь анализа его генома предсказать племенную ценность этого животного. То есть, сколько будет давать молока потомке этого животного. Технология геномной оценки потрясающая, конечно, технология, которая позволила ускорить селекцию, получать в следующем поколении гораздо больше эффективностью, проводить отбор, выбраковку животных. И здесь важно понимать, что технология эта, она не родилась как бы в воздухе. Система расчета оценки племенной ценности базируется как раз-таки на фенотипических данных. Фенотипические данные, в первую очередь, такие данные, как процент жира и процент белка, это как раз те данные, которые получаются в лаборатории селекционного контроля качества молока. Каждый месяц фермы должны сдавать 100% своего поголовья, то есть, все коровы, которые дают молоко, за исключением тех, которые у нас находятся в сухостое, ну и тех, которые дают молозиво, то есть, первые 4-5 дней от отела, проводить контрольные дойки и сдавать пробу в лабораторию. В лаборатории селекционного контроля качества молока стоит современное, очень высокоточное оборудование, которое анализирует множество параметров. Сейчас это уже до 12 параметров на современных приборах. Начиналось все только с жира и белка. Пока вы подключаете. Так вот, у меня здесь я пометочку сделаю, да? У вас же еще и генетическая вот эта лаборатория геномной оценки, это же отдельная у вас? Да, это отдельная лаборатория. Это по инициативе, это ваша личная разработка, именно бизнес-плана вот этого всей организации, или это франшиза вообще чья-то интересная? Нет, это не франшиза, такая лаборатория только одна в России, мне кажется. Ну, то есть это, наверное, нельзя сказать нашей разработкой, но мы построили эту лабораторию с самого нуля и занимаемся сейчас этими тестированиями, которые в лаборатории генетики предлагаются, а именно мы предлагаем подтверждение происхождения ПДНК, геномный паспорт животного, в который включены, собственно, подтверждение происхождения, все моногенные заболевания, которые можно найти у животного, признаки, такие как комолость, окрас, много очень разных признаков. То есть когда вы заказываете генетический паспорт животного, вы можете сразу очень много нового узнать о животном, в том числе летальные гаплотипы, статус по летальным гаплотипам и все остальное. Ну и самое интересное, конечно, мы предлагаем официальную оценку племенной ценности, на данный момент мы предлагаем американскую оценку, то есть это TPI Net Merit, с официальной регистрацией на сайте CDCB, то есть это сайт Американской Голшинской Ассоциации. То есть вы можете всегда зайти на этот сайт, найти свое животное в этой базе данных и всем его гордо показывать, его оценку. Это большое преимущество. Но вашей помощью может воспользоваться ведь любая организация, даже в общем-то не обязательно те, которые работают с американской генетикой, наверное. Нет, это не обязательно. Главное, чтобы это была галштинская порода, и тут важно, чтобы у вас была информация о предках животных, хоть какая-либо. Чем больше будет информации о предках, тем точнее будет ваша оценка. Ну что ж, давайте мы продолжим, да, прерванный полет. Да. Хорошо, давайте оставим так, ее видно пока. Хорошо. Так, подскажите мне, что последнее вы слышали из того, что я говорила, пожалуйста. Ну вот мы остановились на системе улучшения стада, вот этой, да, это последняя вспышка памяти, которая меня осенила. Давайте тогда немножечко повторим, что такое система улучшения стада, и почему она нужна, и как ей заниматься. Система улучшения стада – это технология, которая дополняет систему племенной оценки, систему оценки племенной ценности, потому что если оценка племенной ценности позволяет оценить с точки зрения генома животное, то реализовать вот этот потенциал самых лучших животных, которые вы выберете, позволяет именно систему улучшения стада. Система улучшения стада, или DHI, как называют ее по-английски в сокращенном формате, это всего лишь набор обязательных мероприятий, которые нужно делать постоянно, которые нужно постоянно проводить на своей фирме, и если вы этим, если вы их делаете, если вы их проводите, значит, вы работаете по системе DHI. О каких мероприятиях идет речь? Первое. У вас должна быть точная идентификация животных. К сожалению, у нас с этим проблемы существуют, потому что на некоторых хозяйствах, даже в рамках одного хозяйства, бывают одинаковые номера у разных животных. Это очень плохо с точки зрения внедрения остальных всех технологий, поэтому желательно от этого отказываться и пытаться у себя хотя бы внедрить какие-то уникальные номера, а еще лучше, если перейти на те номера, которые сейчас будут предлагаться Росфильхознадзором, длинные номера, правильные, уникальные в рамках страны даже, а не фермы. То есть точная идентификация. Дальше это сбор данных о животных, то есть номер лактации, ну, дата отела, вся как бы информация по надое, по каким-то событиям. Она должна фиксироваться, должна быть действительно реальная информация, а не просто как бы для галочки записи на это, вам очень поможет в будущем. Проведение контрольной дойки, анализ проб лаборатории. После проведения контрольной дойки, я еще раз говорю, что должны быть все пробы, все коровы, которые дают молоко. И очень важно здесь не забывать про последние два этапа. Это аналитика полученных результатов и принятие некоторых решений, которых будет изменять вашу работу. Как это повлияет на вашу каждодневную работу, чтобы в следующий раз, когда вы сдадите контрольную дойку и получите результаты, вы увидели изменения к лучшему. Здесь нарисован такой круг, который показывает, что нужно делать это постоянно, на ежемесячной основе. Это не делается раз в полгода для какой-то части животных. Если это делать постоянно, ввести это в рутину, вы будете просто видеть какие-то изменения, постоянно отслеживать их. Можете это как-то влиять на долгосрочный процесс на своей ферме. Какие управленческие решения можно принимать? Это управление болезнями, будем говорить про мастит и китоз, управление кормлением, будем говорить про соотношение мочевин к белку, решение по воспроизводству, обороковке, оптимизация качества молока. Здесь представлена такая таблица, в которой мы видим, что Айкар – это международная организация, которая занимается разработкой стандартов, методик для всех участников рынка молочного животноводства, как ферм, так и лабораторий, лабораторий молока, лабораторий генетики. Вот эта организация международная, она подвела статистику, что в странах в среднем, в европейских, США тоже есть, Австралия, Канада, те фермы, которые работают по системе DHA, а работать по системе DHA – это значит выполнять вот эти вот мероприятия, которые я вам рассказывала немножечко выше. Эти фермы получают молока больше, чем те фермы, которые не работают в этой системе. И больше, значительно больше. То есть тут справа видно, насколько больше они получают молока. Перейдем уже конкретно к показателям, какие же показатели анализируются в лаборатории на ежемесячной основе. Это такие показатели, как процент жира, процент белка. Причем процент белка мы анализируем как общий белок, как и истинный белок. Здесь важно понимать разницу и понимать, каким нужно пользоваться. Лактоза, сухое вещество, сухое обезжиренное вещество. Такие технические параметры, как PH молока, точка замерзания. О них мы поговорим позже, почему их тоже нужно анализировать. Связанные с болезнями показатели кетоновые тела, соматические клетки, а также мочвина. Вот так выглядит наш отчет. Это всего лишь три странички, на которых вы видите какие-то графики, таблицы, крупные цифры. Мы сейчас пробежимся по нему подробнее, чтобы понимать, что из этого всего, как бы что это все значит. Отчет начинается с общей информации, в которой указана дата контрольной дойки, средний день доения. Средний день доения, по вашему стаду, это очень важный показатель. Здесь я, наверное, повторюсь, и много уже про него было сказано, но если у вас средний день доения будет завышен, то есть это будет порядка 180-190 дней по стаду, это значит о том, что большое количество ваших коров находится на поздних стадиях лактации, и вы недополучаете из-за этого молока. Почему вы недополучаете молока? Потому что кривая лактация, она непрямая. У нее есть пик ближе к началу лактации, и коровы на более ранних днях лактации дают физически, физиологически больше молока. Потом колеси молока падают, и коровы на более поздних этапах, они просто дают молока меньше. То есть едят они столько же, сколько как бы независимости от того, где они находятся, а молока вы получаете меньше. Поэтому если стадо будет находиться на более поздних этапах, вы будете получать мало молока. Нужно стремиться к среднему дню доения, где-то 160, хотя бы 170 цифр, такой вот, чтобы стадо находилось на нем. Дальше мы видим в этом шапке дату подготовки отчета, количество проб, которые были проанализированы из данных, и количество проб, которые были непригодны к анализу. По какой причине пробы могут быть непригодны к анализу? Это могут быть пустые стаканчики, стаканчики, в которых налито мало молока. Если в стаканчике налито меньше половины проб, мы не сможем ее, к сожалению, проанализировать. Также могут быть варианты скисаниями. Например, если пробоотборники, которые нужно использовать для забора проб, не были должным образом промыты, вымочены в щелочах и кислотах, у вас может там остаться бактериальная семененность с прошлой контрольной дойки, и молоко будет очень быстро скисать, несмотря на консервант. Консервант мы используем, как обычно, как и все остальное, самый современный, самый надежный, он должен держать не менее двух недель молоко не скисшим. Если молоко скисает быстрее, это происходит именно из-за того, что была большая осемененность каких-нибудь используемых проб стаканчиков, либо пробоотборников. Скорее всего, это пробоотборники, то есть нужно за этим очень хорошо следить. В принципе, если непригодных проб меньше 5%, это допустимо. Если непригодных проб больше 5%, какой бы ни было причине, мы обязательно проводим отдельный разговор с фермой, выясняем, в чем причина, и стараемся избежать этого, потому что мы считаем, что допустимый процент непригодных проб – это не более 5%. Дальше что у нас есть в отчете? Вы видите графики, в которых все животные были разделены на группы. Это новотельные животные, это до 50-го дня доения, дальше идет до 100-го дня доения, то есть по сути первая, вторая, третья часть лактации и коровы, которые уже находятся на поздних этапах лактации. И по каждой из этих групп мы смотрим среднее значение. Среднее значение мы смотрим для таких параметров, как удой, вот на первом графике он показан, на втором графике показан жир, белок, а на третьем графике показано разделение по группам для такого показателя, как соматические клетки. Почему нам важно смотреть не общее среднее, не только общее среднее, а также разделение по группам? Потому что мы хотим видеть, есть ли у нас ожидаемый вид, например, кривой лактации. Вот на этой картинке видно, что начиная от начала лактации мы видим только лишь снижение количества надоев в каждой последующей группе. Мы не видим увеличения надоя, где-то, которое должно наблюдаться где-то под 70-й день доения, какого-то пика мы не видим. То есть получая такую картинку, мы обращаем на это внимание и пытаемся разобраться, почему мы не получаем такой пик. С другой стороны, если мы говорим про жир и белок, мы ожидаем увидеть обратную картину. То есть когда у нас увеличивается надой, а внизу на слайде приведены теоретически рассчитанные кривые по надою, вот эта кривая по надою, а эта кривая по компонентам, по жиру и белку. Вот эта вот кривая по компонентам, она обратная кривой по надою. Когда у нас должен расти надой, у нас должны падать компоненты. И здесь мы видим, что компоненты у нас на самом деле падают, но надой почему-то не растет. Нужно разбираться, в чем причина. А следующий график – это разделение по группам для соматических лет. Что здесь интересно? Когда мы видим большое среднее по соматике, нам важно понять, за счет какой группы животных мы это среднее получили. Это может быть группа новотельных животных. Тогда у нас будет вот здесь пик, будет точечка высоко находиться по сравнению с остальными. И если у нас будет пик соматики в начале лактации, то это говорит о определенных проблемах в транзитном периоде. И нужно разбираться именно с людьми, и с процессами, которые отвечают за транзитный период. Если у нас будет пик, что мы тоже часто видим в конце лактации, это говорит о другом типе проблемы. Это говорит о том, что, возможно, животные не выбраковываются должным образом. А на поздних этапах лактации, конечно, соматика растет. И, возможно, стоит задуматься о том, чтобы выбраковывать больше животных, как-то отнестись к этому, предложить какой-то новый подход. Кроме того, мы показываем, конечно, общие средние – это суточный надой, жир, белок, количество соматических клеток. Когда мы говорим про общие средние, хотелось бы понимать, в каких рамках мы вообще ожидаем увидеть вот эти значения. Мы знаем, что жир и белок, они, жир в первую очередь, имеют не только суточные колебания, но и сезонные колебания. Сезонные колебания как бы представлены нам здесь на рисунке. И мы видим, что зимой компоненты у нас выше. Летом компоненты у нас всегда ниже будут. Поэтому ожидать, что у нас летом будет процент жира, например, на таком же уровне, как и зимой, не стоит. И если мы видим снижение к лету, это, в принципе, нормально. Вот тут на графике показано точечками, это среднее значение подолштинской популяции Америки. А таким вот темным закрашен примерно от скольки до скольки встречались значения. То есть в этих рамках мы считаем значения нормальными, ожидаемыми, вот если мы привяжемся к этому месяцу. Конечно, ну как бы, кроме сезонных колебаний, дневных колебаний, это в первую очередь зависит еще от породы. Ну, порода это минимальная. Мы все знаем, какая у нас порода и какое значение нам стоит ожидать. по этой породе. Значение, которое выходит за рамки, вот, как бы, ожидаемого значения, например, по жиру, часто бывает по такой причине, как недостаточное перемешивание проб. Жир очень быстро, на самом деле действительно быстро, многие не ожидают, что настолько быстро, поднимается вверх, когда стаканчик или какой-то там объем с молоком ставится на стол. То есть буквально через 10-15 минут молоко со средним показателем жира, там, пусть там, для примера, 2,5, с соматикой 200, если его поставить, она отстоится 10 минут на столе, то весь жир соберется вместе с соматикой сверху, и там будет уже процент жира, там, 4,5, а внизу жира совсем не останется, и соматики, и процент жира будет уже полтора. Представим себе ситуацию, что у нас где-нибудь внизу здесь находится краник, это, например, пробоотборник, и мы, не перемешивая пробоотборник, открываем краник и сливаем молоко из него в пробу для анализа в лабораторию. Если пробоотборник такой постоит 10 минут, после него мы не перемешаем и сольем пробу, у нас в пробе будет просто вот такой неожидаемый, непонятный, низкий процент жира, который, конечно, сведет все усилия по анализу этих проб на нет, потому что просто это не отображает реальную картинку содержания жира у коровы. Поэтому вопрос перемешивания очень важный, и когда вы видите неадекватные значения, в первую очередь, по жиру, и тут, конечно, тоже это связано еще и с соматикой, потому что с соматиками ассоциированы жировыми целыми, нужно подумать о вопросе перемешивания, возможно, его стоит немножко улучшить и оптимизировать. Когда мы говорим про белок, мы тоже знаем, что есть сезонные колебания, точно так же, как по жиру, они менее выражены, но все равно летом белок у нас также ниже, а зимой он в целом выше. Мы выдаем не только просто белок, мы выдаем вам значение по общему истинному белку. Что такое общий белок, что такое истинный белок? Общий белок – это все соединения, азот, содержащие соединения в молоке. К общему белку, кроме собственного белка, относятся такие соединения, как мочевина, аминокислоты, азот, любые азот, содержащие соединения. К истинному белку относятся только белки, которые имеют вторичную, как минимум, структуру, то есть настоящий белок, который нас интересует. Из нашего опыта, если посмотреть в среднем, отличие между истинным и общим белком составляет 6%. То есть если вы проанализировали, например, только один из этих белков, вы хотите прикинуть, если вы проанализируете, например, общий белок, вы хотите понять, какой будет у вас истинный белок, какой у вас на самом деле белок. Вы всегда можете отнять 6%, если там не было никаких фальсификаций, добавления чего-нибудь в молоко, то вы получите истинный белок. Точно так же, если можно добавить 6%, получите общий белок. Но мы выдаем в любом случае оба этих белка, и вы можете смотреть на них и использовать свои работы как один, так и другой. Соотношение жира к белку – это очень распространенный тоже график, который вызывает сейчас много вопросов в последнее время. Не знаю, есть ли у нас кормленцы, вот мне будет интересно тоже обсудить их мнение, но в последнее время белок становится все выше и выше. Мы даже видим иногда ситуации, когда белок равен жиру или чуть ли не больше жира. Вот здесь приведена такая критическая ситуация, которая, конечно, выглядит очень необычно для нас. Но, как говорят люди, которые занимаются кормлением, в последнее время корма позволяет все-таки повысить немножко белок, и это становится уже такой новой нормой иногда для хозяйства, и вот это вот соотношение уже перестает работать, потому что у нас начинает быть сдвинута в эту сторону. То есть соотношение к жиру к белку становится сдвинута в сторону единицы. Этого тоже не стоит пугаться, нужно просто подробнее выяснить, как вы кормите и что конкретно в этом используете. Может быть, это кормление действительно заточено на повышение белка. А следующий блок, который я хотела бы рассказать, это как раз касается кормления. И здесь важный график, который мы все знаем, это соотношение мочевина к белку. Каждая точечка на этом графике, вот оранжевая точечка, это отдельное животное. Оранжевая точечка – это животное на текущей контрольной дойке, а серая точечка – это значение по всем животным с предыдущей контрольной дойки. И здесь мы видим, что на предыдущей контрольной дойке вот это все облако точек было сконцентрировано на достаточно низких значениях мочевины. Тут даже подписано, каждый из этих полей графика, что он означает. Вот здесь мы видим, что это было недостаточная протеина и недостаточная энергия. Тут просто недостаточная протеина. Это говорит о том, что в корме не хватает нам белка. В следующий месяц, увидев это значение, было принято решение по изменению кормления. Мы получили результаты, в которых мы хорошо видим, как сместился график, как сместился облакоточек. В текущем месяце оно нормализовалось и показывает нормальные значения по мочевине. И это вот очень хорошо видно как раз на этом графике. Не нужно ничего там анализировать, просто видишь одну картинку и видишь, как видишь результат своей работы. Нормы по мочевине мы считаем от 15 до 30. Если мы видим мочевину больше 30, казалось бы, мало мочевины, это плохо, недостаточная. Много мочевины, это тоже плохо. Поэтому очень важно ее анализировать. Нужно держаться именно вот в этих узких границах. Если мочевины много у животных, она уже начинает влиять на надой и на фертильность животных. Есть данные, что у каждого животного, у которого мочевина больше 30, 35, вот как мы здесь видим, 34 какие-то значения, это животное доит на 2 литра в сутки меньше, чем могло бы доить. И получает снижение прегвенции рейта на 20%. То есть оно будет хуже оплодотворяться и меньше давать молока. Поэтому, с одной стороны, конечно, нужно накормить животных, но с другой стороны, не перекармливать. Потому что это деньги, во-первых, на дорогой белковый корм, а во-вторых, это, наоборот, снижение продуктивности и снижение фертильности ваших животных. А снижение фертильности ведет к увеличению среднего дня доения, опять-таки, к потере молока в перспективе. Дальше мы переходим уже от кормления к здоровью. Если мы говорим про здоровье, наше тестирование позволяет проанализировать такие заболевания, как кетоз и мастит. Когда мы говорим про кетоз, мы ориентируемся на содержание кетоновых тел в молоке. Это бета-гидроксибутират и ацетон. Кетоз нас, конечно, интересует на ранних стадиях после отела, то есть на ранних стадиях лактации. В первую очередь нас интересуют две группы животных. Это те животные, которые находятся от нулевого дня доения до 13-го дня доения и с 13-го по 21-й день доения. Вот эти две группы, на которых стоит обратить особое внимание. И мы, конечно, понимаем, что кетоз чаще встречается именно сразу после отела. Здесь на слайде приведены нормы, которые мы считаем нормальными по значению бета-гидроксибутирата по БГБ в молоке. То есть это не те же самые цифры, к которым люди иногда привыкли, анализируя кровь. Они тут гораздо ниже. То есть все, что больше 0,15 БГБ в молоке, это уже некий риск кетоза. А больше, чем 0,2 – это уже большой риск кетоза. А получая эти результаты, мы их отдельно выдаем еще в виде таблиц, точно так же, как мастики и все остальное. Важно просто взять эту табличку с животными, которые показали повышенное значение, и проверить этих животных уже у себя на ферме, есть ли у них признаки кетоза. То есть некоторые предают сбору. Здесь важно заметить, что на содержание кетоновых тел в молоке может влиять такая вещь, как скисание молока. При скисании молока БГБ растет за счет химических изменений, а не за счет какой-то болезни животных. Поэтому, когда вы анализируете свои результаты в разрезе болезней животных, еще важно посмотреть на pH молока. Мы об этом еще позже поговорим. Но именно кетоз, именно анализ кетоза и анализ результатов БГБ очень сильно бывают нарушены процессами скисания. То есть если вы видите значение порядка единицы, это, скорее всего, уже не может быть обусловлено болезнью животных. Это слишком большое значение. Это, скорее всего, может быть обусловлено скисанием молока. И тут я вам советую всегда обратить внимание на плаш молока, который является главным признаком скисания. Мастит. Мастит – это вторая очень важная вещь, которую нужно анализировать в наших отчетах. Даже, я бы сказала, поставила ее на первое место. Потому что использование такой технологии проточной цитометрии, которая реализована в приборах типа ФОС либо БЕНТЛИ, позволяет очень точно определить количество соматических клеток. Технология устроена таким образом, что каждая клеточка, она метится в флюоресцентной метке, и потом, проходя в лазере, вот эти вот помеченные флюоресцентной меткой клетки подсчитываются. И выдаются результаты исследований. Поэтому вы можете увидеть даже небольшое повышение соматических клеток, в отличие от классических методов, которые имеют большую погрешность и, в принципе, недостаточно чувствительны, чтобы выявлять все клинические формы маститы. А выявление маститы очень важно, потому что, если среднее по стаду содержания соматических клеток у вас будет 500, как говорят исследования, проведенные тоже уже достаточно давно, вы будете терять до 6% своего надоя по всем своим коровам. То есть это снижение продуктивности, серьезное снижение продуктивности. Если вы сможете снизить свое значение по соматическим клеткам с 500 до 200, вы выиграете эти 6% продуктивности у своих животных. Поэтому очень важно держать их на таких вот рамках. Тут еще есть значение, сколько вы теряете надоя при среднем значении в миллион. Ну, я такое в своей жизни видела только один раз, когда среднее значение было в миллион. Но вот тут, конечно, это уже значительная потеря продуктивности. Понятно, почему, потому что все животные больные. Но вот 500 я вижу достаточно часто. Это бывает и проскальзывает. Поэтому это та проблема, с которой нам стоит бороться и очень четко ее отслеживать. Кроме общего значения по танку, как говорится, по всему стаду, среднего значения по соматическим клеткам, мы также разделяем все стадо на 4 группы животных. Первая группа – это животные, у которых количество соматических клеток меньше 200. Вторая группа – это 200-400 тысяч. 400 миллионов – больше миллиона. Зачем нужно это деление? Нам, конечно, в первую очередь интересуют только здоровые животные. И нам хотелось бы поднять процент именно здоровых животных. Но если у нас есть много больных животных, то тут же возникает вопрос, за счет кого у нас такое большое повышение от соматических клеток. Это ли за счет животных, которые только-только перешагнули вот этот рубеж 200 тысяч, показывают какие-то субклинические, возможно, признаки мастит. Либо у нас другая ситуация. И есть несколько, может быть, не так уже много животных, но с очень запущенным случаем мастита, которые вносят большой вклад в общее среднее. Это те ситуации, которые вот тут уже черным даже отмечены. Это больше миллиона животных, с которыми нужно прям срочно работать. Эти ситуации разные, решения тоже немножечко разные к ним. Поэтому мы выдаем такой график, чтобы сразу можно было это быстро и удобно отследить. На этом слайде я хотела еще раз концентрировать ваше внимание на тему того, что селекционный контроль качества молока служит двум главным задачам. Первая задача – это, конечно, сбор селекционных значений для разработки системы оценки племенной ценности. И здесь мы говорим про такие параметры, как жир, белок, лактоза, сухое вещество. Но вторая важная вещь – это как раз именно система улучшения стада. Это то, что вы можете использовать уже сегодня. То, что вам не нужно ждать еще 10 лет, пока будет разработана система оценки племенной ценности российская. А вы можете использовать свои каждодневные работы уже сразу. И вот если мы говорим про систему улучшения стада, то на первую важность имеют такие показатели не как жир белок, а именно показатели, которые говорят про наличие мастита, китоза, а также мочевина, которая очень многое нам позволяет, которая позволяет контролировать кормление. То есть мастит, китоз и контроль кормления – это те самые важные показатели, на которых вы можете экономить либо зарабатывать дополнительные деньги, проводят такие регулярные исследования молока в лаборатории. Вот здесь приведены какие-то цифры. Эти цифры не из головы взяты, это взяты из исследований, которые проводились тоже фирмами, которые участвовали в этой программе. И тут они достаточно большие. И из-за моих разговоров с реальными предприятиями, мне кажется, они похожи на правду. Про лактозу я не говорила сегодня, потому что в моем опыте очень мало людей пользуются этим параметром, обращают на него внимание. Вот если тут среди нас есть люди, которые пользуются, мне будет интересно получить тоже какой-то фидбэк, какое-то мнение на эту тему. Но я нашла, что, например, за границей, в Нидерландах, при приемке молока стоимость определяется не только жиром и белком компонентами, а также лактозой. Поэтому для них этот параметр важен, они ведут селекцию по этому параметру. Дальше я хотела бы еще немножечко буквально рассказать уже про технические какие-то характеристики молока, которые, возможно, не используются напрямую в работе, но по ним очень важно отслеживать качество полученных ваших результатов. Я вот всем очень рекомендую, какой бы лабораторий они не заказывали тестирование, всегда просить, чтобы эти параметры им присылали. Первое – это pH. pH молока должен быть от 6,4 до 6,8. Если pH молока в вашей пробы меньше, чем 6,4, то молоко, скорее всего, скистит. Что такое скисание? Скисание – это развитие бактерий молока в молоке, бактерий, которые начинают перерабатывать лактозу в молочную кислоту. Молочная кислота – это кислота, кислота понижает pH, и вот вы это видите, собственно, по вашему pH. Проблема в чем? Проблема в том, что когда молоко скисает, его параметры меняются. И странные необъяснимые параметры часто объясняются именно процессом скисания. Поэтому, если вы видите что-то странное, что-то для вас непонятное, какой-то выброс значения по жиру, например, или по соматике, посмотрите, какой у вас pH молока. Если оно меньше, чем 6,4, то это может объяснить вообще все ваши странности. pH больше, чем 6,8 я встречала крайне редко. Это очень редкая ситуация. Говорят, что это может объясняться наличием запущенной формы маститы у животных. Но, опять-таки, повторяюсь, вот эта ситуация с pH низким гораздо больше, чаще встречается, чем с высоким. Точка замерзания молока. Все мы знаем, что точка замерзания – это некий параметр фальсификации молока водой, например. И если мы разбавим молоко водой в два раза, то точка замерзания упадет на 200 пунктов. Почему мы это отслеживаем? Иногда бывают такие ситуации, это когда даже сам человек, который проводит контрольную дойку, этого не знает. Но, например, из-за неисправности оборудования в пробоотборнике может попадать вода. И у нас был пример, я сейчас покажу вам результаты одного хозяйства, которые мы получили. Вот сами видите на экране. Это результаты по казину 1,7, по лактозе 3,2, по жиру 3,4, при том, что в прошлом месяце было 4,4, по белку 2,2, да. По стоматике 49. То есть это те результаты, которые не могут быть у реального животного. И возникает вопрос, почему такие результаты были получены в лаборатории, когда контрольные пробы прошли, как бы все проверки. И вот сверху вы видите график, в котором в начальных боксах, вот зеленым отмечена норма по точке замерзания молока, а разноцветные боксы – это реальные значения проб молока, которые были получены в лаборатории. Как видите, они значительно ниже нормы. Это значительно ниже нормы. Это говорит о том, что молоко было сильно разбавлено водой. Казалось бы, зачем людям разбавлять молоко водой? Никто же не будет там так портать свою работу. Но наши менеджеры, технологи, поехали на ферму и заметили, мне даже видео присылали, такой был момент, что в пробоотборнике чисто из-за поломки оборудования попадала вода. И молоко разбавлялось в два раза, и мы получили вот, собственно, такие вот параметры. Поэтому точку замерзания тоже я вам советую отслеживать и на нее внимательно смотреть, потому что она может привести к каким-то странным значениям, которые вы не поймете, как объяснить. В итоге я хотела бы еще раз показать вам, что каждый месяц, начиная со второго раза, когда вы не сдали пробу, мы вам выдаем не только сами отчеты, мы выдаем еще так называемый отчет по мониторингу, который сравнивает текущие результаты с результатами прошлого месяца. Например, в текущем месяце вы получили 3,7, в прошлом тоже было 3,7. А по белку сейчас мы получили 3,4, а было 3,5. То есть есть некое снижение значения по белку. По надою тут примерно одинаковые значения. Но если вы видите какие-то существенные изменения, то вы можете это быстро и легко увидеть вот по вот этим вот красным, либо зеленым квадратикам, которые показывают разницу между значением текущего месяца, которое написано крупным шрифтом, и значением предыдущего месяца, которое написано мелким шрифтом под ним. Также справа вы видите шкалу, на которой синим отображается ваше значение в сравнении со значениями остальных хозяйств, которые сдают пробу в нашу лабораторию. Так сказать, в сравнении с соседями, то есть в среде там других ферм Российской Федерации, как вы себя видите. То есть вот это ваше значение, оно в принципе среднее. Если вы видите значение где-нибудь очень низкое или очень высокое, вы можете порадоваться, что вот белок находится в топе. То есть один из самых высоких показателей, которые мы видели за все время наших тестирований. Также в мониторинге вы видите вот этот основной график по кормлению и изменения его по сравнению с предыдущим месяцем. И часть, связанная со здоровьем. Это соматические клетки, изменения по соматике, вот этих групп в текущем месяце и предыдущем. И кетоновые тела, ассоциированные с кетозом. Дальше буквально один маленький слайд хотела бы вам рассказать. Очень важный момент. Любая лаборатория молока, чтобы выдавать такую аналитику, должна быть уверена в своих исходных данных. Потому что делать аналитику на данных, которым мы не очень доверяем, в целом бессмысленно. Со своей стороны, чтобы доверять нашим данным, мы внедряем два основных протокола. Первый протокол – это работа с прибором. И важной частью его является калибровка прибора. Прибор обязательно должен калиброваться раз в месяц или раз в три месяца, в зависимости от параметра, о котором мы говорим, на специальном наборе калибровочных проб. Эти калибровочные пробы, они готовятся в другой лаборатории. Это лаборатория референсного анализа. Присоединяется в лабораторию типа нашей. Это лаборатория экспресс-анализа. И на основании вот этого точного анализа мы калибруем наш прибор. Лично мы привозим пробы калибровочные из Франции. То есть это та лаборатория, она вот написана «Окталия Сесалиты», которая производит пробы для уменьшительных испытаний ICARP, международная вот эта организация. Мы калибруемся каждый месяц или раз в три месяца, как я уже говорила, и раз в год участвуем в этих испытаниях. В сентябре месяце каждый год мы в них участвуем. Показываем неплохие результаты. Именно благодаря тому, что регулярно калибруем прибор. Это тоже важно спрашивать, когда вы выбираете лабораторию, в которой будете тестировать свои пробы, где они калибруются, потому что в России есть большая проблема с калибровочными пробами, особенно по некоторым параметрам. И второй протокол, который для нас критически важен, это уже IT-проверка данных. То есть у нас есть специальный отчет, который мы не выдаем клиентам, он только для нас, который по каждому из наших заказов выдает набор статистики, и мы его просматриваем, и по определенным критериям приходим к выводу, что отчет хороший, что данным в этом отчете мы доверяем, и эти данные можно использовать для подготовки уже отчета для клиента. Если отчет проверку не прошел, начинается дополнительное выяснение по каждой из этих причин. Например, там пробы разбавлены, пробы скисли, ненормальное распределение по параметрам, например, пробы разлиты из танка, такое тоже бывает, к сожалению. Это сразу очень видно, и всегда мы предупреждаем, как минимум об этом, мы проводим дополнительный разговор. Ну, вот здесь вот указано, как изменяется ПАШ во время скисания молока. В принципе, просто так график наглядный. И на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Была рада со всеми пообщаться, рассказать о нашей лаборатории, и буду крайне признательна за вопросы. Спасибо. Так, 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 господа и дамы. Значит, у нас с вами накопились некоторые вопросы. Вот мы видим от Оксаны Смоловской несколько вопросов, целая серия. Давайте мы их на них обстоятельно ответим. Какие приборы и реагенты или наборы используются для проведения геномной оценки по ДНК? Можно ли пройти у вас обучение по данным видам исследований? Ну, я думаю, что вряд ли можно пройти обучение, потому что это наша услуга, у нас можно поработать, устроиться на работу и делать. Научиться. И заодно научиться. Да, вот, то есть наша, мы как бы лаборатория, основная наша задача делать тестирование и выдавать результаты клиента. К сожалению, наверное, обучающая деятельность это отдельная деятельность, требующая отдельных сил, и другая немножечко задача. Какие приборы используются? Могу подробно об этом рассказать. Используется, что, когда мы хотим получить оценку племенной ценности, нам нужно получить биологический материал от животного. Это могут быть кровь, волосяные выщипы, ушные выщипы, сперма, в принципе, любой материал, из которого можно выделить ДНК. Самый удобный вариант – это как раз кожный выщип. Кожный выщип забирает специальную пробирку с консервантом, присылается в лабораторию, дальше из нее происходит выделение ДНК. Выделяется ДНК, проверяется качество, выделенное ДНК, и дальше на приборах компании Illumina для генотипирования, этот процесс называется генотипирование, на микроматрицах ДНК стандартных проводится генотипирование, в результате которого мы получаем файл с набором около 60 тысяч СНИПов и значением по каждому из этого СНИПа. СНИП – это однонуклеотидный полимортизм генома, собственно, замена какой-то одной буквы в геноме, у каждого животного они присутствуют. И потом идет уже обработка данных с помощью наших программ и скриптов. Уже отдел биоинформатический этим занимается. А вот, коллега, дальше интересуется, имеют ли будущее исследования на группах крови или иммунологические исследования? Я убеждена, что подтверждение... Иммуногенетические даже, иммуногенетические. Я поняла, но иммуногенетика – это не генетика, хотя он так и называется, к сожалению. Подтверждение происхождения по группам крови – это давно умершая технология, которая почему-то до сих пор у нас используется. Объясню, почему я так считаю. Потому что подтверждение происхождения по группам крови, оно не подтверждает происхождение, оно может исключить происхождение. То есть это как у человека есть 4 группы крови, у животных просто их больше, 18, насколько я помню. Но все равно, если у вас по результатам исследования вы получаете результаты подтверждения, это может быть высокой вероятностью совпадения. Именно поэтому необходимо анализировать второе. Вторым поколением технологий был уже анализ по ДНК, это микросателлитный анализ. Мы используем, по-моему, 14 микросателлитных локусов, у каждого из которых очень большой набор вариантов этих локусов. И уже по 14 пунктам мы сравниваем значения у потомков и предков. Еще более продвинутая технология – это как раз использовать генотипирование для подтверждения происхождения. И на самом деле в Европе, в Америке уже не используется даже ДНК подтверждения происхождения по локусному анализу, потому что это дорого. Все равно всех животных генотипируют, и заодно, раз их уже генотипировали, по генотипам очень легко можно определить родство, причем не только родство первого порядка, как отец-сын, например, а также второго, третьего, четвертого порядка тоже, как дед, внук, дядя, племянник, вот это все. Поэтому сейчас мы переходим на ДНК, некоторые сразу переходят уже на генотипирование, минуя стадию, не знаю, локусного анализа по микросателлитам. А вот следующий вопрос. О природе показателя, так называемый, истинный белок. Это расчетный показатель, да, получается? Да. Расчетный. Он рассчитывается из спектров. То есть есть прибор у нас, да, мы снимаем спектр, и по этому спектру определяем такие наши параметры. То есть это экспресс-анализ, это не референсный анализ в лаборатории с помощью, там, ну, как мы все знаем, как в школе, в университете у нас есть лаборатория химическая, там есть, человек лаборант, капает пипетки, нет. Мы, у нас стоят фосы, то есть конкретно в нашей лаборатории есть две производственные линии. Это два комби-фоса, последние модели. Производительность каждого из них – это 600 проб в час, то есть в сумме 1200 проб в час. Но это разные, они разные, да? Они разные. Это есть шансы, у нас просто объемы большие. А, просто объемы. То есть вы фактически на одном типе прибора проводите все 12 исследований. Да, поэтому мы выдаем, мы не выдаем их там два или три параметра, мы всегда выдаем 12, потому что мы 12 анализируем. Сам прибор состоит из двух частей. Одна часть – это соматика, это проточная цитометрия, это вот половинка прибора, а вторая половинка – это все остальные параметры, по ЭК спектру определяются. А вот есть такой термин, который мы упоминали, это межслечительные испытания. Что вы под этим, разумеется? Отличный вопрос. Межслечительные испытания – это испытания, которые проводятся между разными лабораториями на одних и тех же образцах. То есть ряд лабораторий должны получить образцы с неизвестными значениями, проанализировать их у себя и выслать в центральную лабораторию, которая уже знает эти значения, так называемые слепые пробы. И задача лаборатории – добиться, чтобы каждая из них была максимально приближена к реальным значениям. Зачем участвовать в этих испытаниях? Для того, чтобы в какую бы лабораторию человек не сдал пробы, он всегда получил одинаковый результат. А вы беретесь за такие? Какие протоколы вообще? Да, для нас это важный принципиальный момент. Мы сами участвуем в этих испытаниях и очень ратуем за то, чтобы другие лаборатории тоже в них участвовали. К сожалению, пока что мы единственная лаборатория, которая в них участвует. Но мы надеемся, что в будущем наши коллеги подтянутся, потому что это принципиально важно для доверия к данным лабораторий. На данный момент мы участвуем в международных, международных испытаниях, но надеемся на какие-то внутрироссийские еще в перспективе произведения. Ну, а кто к вам по уровню развития и по стандартам, которые вы используете, кто может вам сегодня в этом, грубо говоря, в ближайшем будущем присоединиться к такому роду испытаниям? Вот, допустим, я знаю, что в Воронежской области есть одно крупное предприятие, жироперерабатывающее. У них тоже есть лаборатория такого профиля. У них, наверное, переработчики – это немножечко другая специализация? Я говорю все-таки... Нет, они занимаются абсолютно тем же самым, что и у них. Абсолютно тем же самым. Я просто хотел знать, насколько вы оцениваете их уровень, они комплементарны ли вы друг другу по таким программам. Вот про Воронежу не слышала, к сожалению, ничего. Если вы нас познакомите, будет интересно. Ну, вы можете набрать группу ЭПКО и получите ответ. А, ЭПКО – это ЭПКО, я поняла, я помню. ЭПКО. Да, у них есть подобные программы. Просто интересно, насколько вы, так сказать, друг друга... Ну, уровень соответствия, так сказать, ваших стандартных. Потому что в любом случае роскошно иметь несколько лабораторий, а сотрудничество неизбежно. Даже у двух коммерческих организаций, в общем-то, конкурирующих, да? Назовем вещи своими нами. Подскажите, а вот ваши... Ваши... В следующем году. А ваши смежники, которые остались в Полково, они занимаются индексом племенной ценности, да? Ведь они могут... Это наша лаборатория генетики. Я в том числе... Ну, то есть индексом племенной ценности нужно понимать, что занимаются две лаборатории. Это лаборатория генетики и лаборатория молока. Потому что без данных лаборатория молока индекс разработать невозможно. Ну, да. Одно на базе другого. Да. Для того, чтобы вообще получить индекс при оценке племенной ценности, нужно три источника данных. Первое – это геном, генотип животного. Второе – это фенотипические данные. И здесь уже... Это мы говорим про молоко и про данные по жиробелку и всему остальному. И третье, что важно – это родство. Без родства тоже как бы сделать это невозможно. Это то, что должно быть у хозяйства, какие-то записи о родословных животных. Вот поэтому лаборатория молока и лаборатория генетики Европлем совместно этим занимается. Мы планируем к концу этого года сделать первый раунд оценки. Но продавать мы ее так скоро, скорее всего, не будем. Потому что оценка сама по себе цифра, ни о чем не говорит. У оценки должна быть некая достоверность. И пока достоверность нашей оценки не будет выше, чем достоверность американской оценки, которая уже 30 лет этим занимается, мы не можем продавать... То есть мы можем, конечно, но не хотим продавать ее клиентам, пока ее достоверность не станет выше. Теоретически, учитывая того, что мы для разработки этой оценки используем свою собственную популяцию, российскую, она может показать более высокую достоверность. Но так как наши конкуренты, Америка, Европа, собирают генотипы и пробы молока результата уже десятилетиями, чтобы достичь этой достоверности, нам все равно придется достаточно много времени понадобиться. Я думаю, это несколько лет, не меньше. Ну, есть куда расти, а то ведь скука. Скука. А вот скуки ради, у вас доходила такая информация, некоторые ваши коллеги в Европе разработали так называемый сырный индекс. Да. Работаете с такого рода показатели? Я тут, кстати, даже хотела, я тут на Дейре Ньюссу на статье пишу, даже хотела написать им отдельную статью про индексы, потому что на самом деле это часто не упоминается, но в основе каждого индекса лежит оценка по конкретным параметрам. И, конечно, самый оптимальный индекс для хозяйства всегда будет тот индекс, в котором вот этот набор параметров, каждому из параметров присвоены те коэффициенты, те весовые значения, которые больше подходят для селекционного плана этого хозяйства, даже, может быть, крупного агрохолма. Поэтому вопрос, собственно, индекса, он важный, когда мы говорим не только про российский индекс, как индекс, когда мы говорим, например, про использование иностранных индексов и применение к ним некоторых других коэффициентов, потому что вот есть сырный индекс, люди, которые сыром занимаются, есть такой еще важный момент, что в иностранных индексах часто надой вообще идет за минусом, то есть нет селекции на увеличение надоя, потому что для них это уже не актуально, а для нас актуально. Поэтому хотелось бы изменить этот коэффициент, и это все можно и несложно сделать, главное получить изначальную цифру по каждому параметру. Если у нас есть эта цифра с высокой достоверностью, мы можем комбинировать их таким образом, как нам удобно. В направлении сыра, то есть это направление на компонент, направление валового надой, направление здоровья, конверсия корма, присваивать разные весовые коэффициенты, то есть в этом индекс, например, больше уделять внимание надою или больше здоровья. То, что нужно в хозяйство именно сейчас. Но это уже второй вопрос, уже после того, как мы получим эти цифры, эти значения по каждому отдельному признаку, сформировать такой индекс, находящий в себе. Интересно, интересно, интересно. Ну что ж, значит, я больше пока не видел других вопросов. А вот дальше. Вопрос о наличии аккредитации в Росаккредитации или в какую-либо другую систему. Смотрите, мы как лаборатория селекционного контроля качества молока занимаемся именно селекционным контролем качества молока и имеем аккредитацию Минсельхоза, которую я показывала на сайте. Там прямо написано, что лицензия Минсельхоза лаборатории селекционного контроля качества молока. Если вы говорите про аккредитацию, я не очень поняла про какую, возможно, эта речь идет про сравнение, например, про при споре с приемщиками молока. Тогда нужно использовать лабораторию именно не экспресс-анализа, а референсного анализа, которая должна иметь там свою лицензию. Наша лицензия, она распространяется на селекционные пробы молока, селекционный контроль молока. И наши пробы, они делаются для селекции, для того, чтобы результаты были сданы в Минсельхоз, как бы, чтобы племенные хозяйства ими отчитывались. И копили свои данные для разработки вот этих вот технологий. Ну что ж, интересный ответ. У нас больше всего сегодня вопросов задала Оксана Смоловская. Ей вообще надо приз за большого количества вопросов, просто профессиональный. Можно, пожалуйста, расскажите, какого хозяйства. Оксана, да, вы напишите свои координаты. Я думаю, что лаборатория вам вышлет специальный приз за интересные профессиональные вопросы. Не каждый сегодня специалист способен осознанно задавать их. Вот я по себе сужу. Вот я их не очень осознанно иногда задаю, больше по наитию. Хочу принести извинения за технические неполадки, которые сегодня были в начале нашей презентации. Я думаю, что те, кто будут смотреть записи, они просмотрят все это более спокойно. Уже за чашкой чая в кругу семьи это будет еще более увлекательно. тема волнующая, новая. Мы не каждый день сталкиваемся с этими вопросами. Это очень такая избранная такая аудитория, я сказал бы, этим интересуется. Ну что, я хочу поблагодарить, Катерина Сергеевна, за ваш интересный рассказ. Спасибо. За простыми словами о таких сложных вещах это дорогого стоит. Я надеюсь, что мы через какое-то время еще попросим вас принять участие с более уже фокусной тематикой, которая будет касаться ваших новых наработок в этом году. Вот поделитесь с нами своими впечатлениями по ситуации, по рынку, так сказать, молока, по тем изменениям, которые приносят нам ситуация политическая в том числе, как она влияет на генетику. Вы первые руки, которые видят, что происходит с нашими коровами в результате всего этого. Вот. Еще раз вам огромное спасибо. До встречи в следующий раз. А мы прощаемся до следующего вторника. В следующий вторник, в 3 часа дня, мы будем говорить о проблемах ацидоза у животных, как рубцового, так и кишечного ацидоза и способах его профилактики. Еще раз всем спасибо, всех благ, до свидания, увидимся. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok